Доброе утро! Это, конечно, значит, что больше половины трудовой недели прошло и произошло множество событий. Много интересных и актуальных. А главное, что совсем скоро выходные. Ну и начнем с того, что одна из новостей, это то, что вчера во время выездного совещания по проблемным вопросам городского округа Евпатория в городе, в курортном этом, обнаружили улицу, которую даже не знала местная администрация. Называется она «Известковый завод». Там нет газа, нет воды, зато очень много мусора. Ну, Сергей Аксенов дал распоряжение уже разобраться с этим вопросом и решением проблемы займутся профильные ведомства. Ну, а теперь о хороших новостях, конечно, хочется сказать. Цена стражи порядка. Самая молодая силовая структура страны отметила трехлетие со дня образования. Под охраной Росгвардии на полуострове находится Крымский мост, Энергомост, газопровод Кубань-Крым, а также Международный детский центр «Артек». Подробнее наш корреспондент Юрий Авдеев. Войска Росгвардии были созданы три года назад по указу президента Российской Федерации. 5 апреля 2016 года Владимир Путин подписал этот указ. Однако, так как Росгвардия является правоприемником, так сказать, прямым наследником внутренних войск, было решено соблюсти традицию и отмечать день рождения в день рождения внутренних войск. Это 27 марта. Следует отметить, что внутренние войска ведут отсчет своей деятельности с 1811 года. Этой воинской структуре исполнилось 208 лет. Глава республики неоднократно подчеркивал важность присутствия войск Росгвардии на территории полуострова, так как они являются одним из гарантов безопасности Крыма. Боевой дух силен. Знаете, как все задачи, которые ставит президент, все выполняются в срок. Сегодня Крыму ничего не угрожает, благодаря тому, что здесь все силовики и все, кто работает над укреплением безопасности, работают на одну цель. На все получается, слава богу. Поэтому хочу всех поздравить с праздником, оптимизмом и офицерам, солдатам, всем возвращаться домой после службы. В состав главного управления Росгвардии по республике Крым и Севастополю входит 11 подразделений, включая силы быстрого реагирования и подразделения специального назначения. Под защитой вневедомственной охраны, которая также входит в структуру Росгвардии, находятся 17 тысяч объектов. На сегодняшний день сформировано полностью главное управление Росгвардии по республике Крым, городу Севастополю. Сформирована морская бригада в городе Керчь и морской отряд. Сформирован отряд ОМОНа в городе Керчь. Продолжаем развивать не только боевую подготовку, а и социальные вопросы. Строим жилье в Симферополе, в Севастополе. Сейчас будем работать над этими вопросами и в Ялте. Поэтому социальная защита личного состава наконец-то выходит на первое место. Ну и задачи мы выполняем. Сегодня с 5 утра работает больше 300 человек. Невзирая на праздник, с ФВД, с ФСБ выполняем поставленные задачи. Служба в рядах Росгвардии является такой же важной и почетной, как и служба в вооруженных силах. Ее двери всегда открыты для юношей и девушек, которые хотят посвятить свою жизнь служению Родине, народу и защите конституционных прав граждан Российской Федерации. Юрий Авдеев, Рустам Файзулин, Новости 24. Международный день с театра. 27 марта профессиональный праздник отметили те, кто ежедневно дарит радости и сказку зрителю. Одно из старейших видов искусства активно развивается в Крыму. Десятки премьер, сотни зрителей ежегодно. В республиканских храмах мельпомены тайны театрального закулисья. В специальном репортаже наших корреспондентов. Пустой зал, до генеральной репетиции считанные минуты. Актриса Виталина Скокова распевается. Ее образ известный во всем мире. Идеал красоты, загадочная улыбка. Монализа, любимица великого художника. К спектаклю артистка готовилась тщательно. Я старалась сделать ее очень мудрой и искренней натурой, которая все у нее в душе идет через Бога. Мюзикл Леонардо. Премьера. Декорации, картины и чертежи изобретателя. Это фантазия и умелое воплощение художника Юрия Суракевича. На сцене продумано все. От ступенек до воплощенных в реальность конструкций итальянца. Этот спектакль ждал своей сценической реализации в нашей редакции, в редакции нашего театра, несколько сезонов. В этом сезоне все сошлось. У нас появились артисты, которые могут сыграть в этом мюзикле. В спектакле задействовано больше 40 актеров и артистов балета. У некоторых несколько образов. Над постановкой труппы трудилась на протяжении трех месяцев. Скоро крымчане смогут погрузиться в историю итальянского художника. В чем загадка Леонардо, узнаем у него самого. Леонардо, расскажите, пожалуйста, в чем ваша главная загадка? Я не пытаюсь оправдаться перед вами. Прошу я выслушать и, может быть, понять меня. Я мечтаю построить большие крылья, взлететь и лететь в своей мечте высоко-высоко. Удалось ли испытателю взлететь, крымчане узнают во время премьеры. К выступлению готовятся и артисты Крымского драмтеатра имени Горького. Зрители с нетерпением ждут начала. Приходят целыми семьями. Мы его любим и ходим часто сюда. Да, как альтернатива кино, нормально, интересно сходить. Потому что это живое искусство. И нетленно, и красиво. В апреле прошлого года учреждение было закрыто из-за нарушений техники безопасности. Зрителей встретили спустя 9 месяцев. Теперь в театре аншлаги и премьеры. Актриса Жанна Бирюк в своей гримерке добавляет последние штрихи к образу. В ее первые дни работы в театре также были изменения. Это было очень давно и очень волнительно. Это было в ту пору на сцене украинского театра, потому что наш театр был на реконструкции. И сейчас мы опять, слава богу, открылись и работаем на сцене на своей. Зрители в зале, актеры за кулисами. Звучит одна из главных мелодий театра. И начинается магия. В зале камерной сцены зритель как будто проживает вместе с актерами маленькую жизнь. Меня это радует и пугает. Опа! А почему пугает? Потому что... Почему что? Вокруг тебя слишком много женщин. В Симферополе также продолжается строительство театра «Кукол». Два зрительных зала и сложная конструкция сцены. Здание сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Продолжают удивлять зрителей в городе здравницы Евпатории. Золотой ключик – театр для взрослых и малышей. Все 30 лет живет только на собственные средства. Мы все эти годы были лишены, абсолютно лишены финансирования полноценного постановки спектаклей. Несмотря на это, эти спектакли берут гран-при на международных и всероссийских фестивалях, конкурсах. Эта проблема скоро решится. Учреждение получит статус профессионального и станет пятым в Крыму. Это даст возможность получать средства из бюджета республики не только на спектакли, но и на реконструкцию. Театр, где ребенок играет наравне со взрослым. Для воплощения сказки есть все необходимое. Тут создают декорации, придумывают и отшивают костюмы. В костюмерный театр хранится больше 10 тысяч нарядов, благодаря которым каждый актер может почувствовать себя Наполеоном или, допустим, королем. Дом для актеров и артистов есть и в Южной столице. Театру имени Чехова больше 130 лет. Александр Евхуда 12 лет служит театру. Пришел столером, теперь управляет занавесом и сценой. Работу менять не собираюсь. Конечно, это уже как бы, ну тут практически все как бы, наш дом, мы его делаем, что вы видите, это все мы. Новую жизнь получит театр имени Пушкина в Керчи. Долгое время функционирующий как дом культуры, просто принимая артистов, сегодня обновляется и обретает новые формы. Перед руководством поставлена задача создать настоящий театр в добрых русских традициях. Выделены средства на ремонт и реконструкцию. Надеюсь, что к концу 2019 года мы часть ремонтных работ завершим. И параллельно мы уже работаем над тем, над труппой, то есть над актерами, потому что режиссерским составом. Здание уникально построено в советское время руками итальянских мастеров. В зале идеальная акустика. Сотрудники сравнивают его с залом Ласкало и мечтают о своих спектаклях и зрителях. Впереди у крымских храмов Мельпомены еще не одна премьера. Актеры, режиссеры, художники и работники сцены готовы усердно трудиться, поскольку в этой игре вся их жизнь. Анастасия Кушель, Зарема Дадаева, Светлана Ермельченко, Игорь Пенищук, Андрей Зооричный, Александр Кровец и Олег Черемисов. Новости 24. Ну и если мы уже говорим о таких вот праздничных мероприятиях, хочу сказать, что 75-летие освобождения Крыма от фашистских захватчиков, центр Симферополя украсит георгиевскими лентами, звездами большими такими. Это будет прямо вот по дороге вдоль фонарных столбов. Да, на улицах украшали крымской весне триколорами. Ну вот примерно такие. То есть проведутся большие такие масштабные работы. Город приобретет праздничный вид. Но еще интересно обсудить подобные вопросы с нашими коллегами с радио. Прямо сейчас они должны быть уже на связи. Доброе утро. У нас телемост. Коллегами из Утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы видим у вас в студии гостей. Что вы с ними обсуждаете? Да, доброе утро. У нас сегодня не очень такая радостная тема. Год зимней вишни, 60 человек погибло. Говорим о противопожарном состоянии крымских объектов. Говорим о причинах той трагедии, о том, как дела стоят в наших торговых центрах. Ну вот где-то так. Что говорят специалисты? Сейчас у нас ситуация стабильная с нашими торговыми центрами. Ситуация лучше, но назвать ее стабильной или полностью исправленной невозможно, потому что... Нарушения все равно выявлены в достаточно массовых таких количествах за 2018 год. Мы это еще будем обсуждать. У нас впереди еще целый час эфира, и поэтому все вопросы зададим гостям. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Удачного эфира. Знаешь, на самом деле действительно серьезная тема, потому что это трагический и важный в историческом плане момент в истории общества. Но мы начнем утро немного с более позитивных новостей все-таки. И скажем, что совсем скоро, совсем уже, буквально будет отключено отопление приблизительно 8-9 апреля. Это знать важно. И также важно знать, что в эти дни погода наладится. Будет немножко потеплее, по крайней мере стабильными будут 8 градусов по Цельсию. Да, кстати, вот многие горожане жаловались на то, что в домах, квартирах сейчас жарко. А вот как раз-таки погода уже нас подводит к тому, что... Да, весна наступила в квартире, а на улице еще немножко заявляет о себе зима. Ну что ж, давайте посмотрим, как она будет заявлять о себе сегодня, и проклюнется ли теплое солнышко сквозь облака. Погода! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Мы видели погоду как на всем полуострове, так и на границе. Кстати, если говорить о границе, наши крымские таможенники за 5 лет не пропустили в Крым 45 тонн санкционных товаров, 55 килограммов наркотических и психотропных веществ и более тысячи боеприпасов. Столько всего опасного, и здорово, что это не прошло границу. Все благодаря тому, что есть правозащитники, люди, которые охраняют границы, возможно, охраняют и покой граждан. Кстати, что интересно, прямо сейчас растет и новое будущее поколение людей, служащих в этой сфере, и их даже в свое время, насколько я знаю, успели покатать на БТРе. Да, это было вчера буквально, с ними же покаталась на БТРе наш корреспондент Ксюша Шарапановская. Ну, что мы вам и продемонстрируем сейчас. Я, вступая в ряды юноармии, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству, соблюдать устав юноармии, быть честным. Для ребят это не просто слова. Любовь к родине – основное качество будущего солдата. Посвящение в юноармейцы прошли 25 учеников Лазовского интерната. Каждый получил заветный берет. Прямо сейчас у детей есть возможность побывать в самом настоящем БТРе. Места здесь, конечно, мало, но мы попробуем разместиться. Как эмоции, как впечатления? Скажи. Все хорошо. Что такое для тебя клятва юноармейца? Ну, это для меня служить родине и защищать. И сразу первое испытание – выдержать короткое путешествие в трясущемся бронетранспортере. Нужно быть очень осторожным. Я вот еще хочу спросить вот этой молодой особой. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В армии служить. А кем именно хочешь стать? Развездчиком. Прямо самым настоящим разведчиком? Да. А не боишься? Нет. Круг почета. Желающих прокатиться внутри БТРа собралась целая очередь. Девчонки наравне с мальчишками пробирались через узкие двери машины в ожидании незабываемых впечатлений. Молодой человек, расскажите свои эмоции. Как это было? Эмоции непередаваемые. Трясет не очень, но вообще очень классно. Понравилось? Конечно, понравилось еще. Первый раз катался. Запомни на всю жизнь. Естественно, хочу. Мне очень понравилось прокатиться на танке. Мне понравилась военная база. Хочу еще приехать сюда. Не зря я вступила в юную армию. А кем именно хотели бы быть? Честно говоря, в военную морскую пехоту хотела бы поступить. Ну, как удастся. Прокатив ребят в БТРе, военные провели им стрелковый инструктаж и даже дали подержать в руках автоматы. Патронов, разумеется, в них не было. Скажите, пожалуйста, как этим пользоваться и как правильно прицеливаться? У нас есть коллиматор. И для чего он предназначен? Он предназначен для того, чтобы проще было стрелять ночью. Есть мушка. В эту мушку мы берем цель. Когда мы прицеливаемся, в этой мушке появляется цель. И, в принципе, мы готовы поражать уже любые цели. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, признаюсь честно, вот, например, для девушки очень тяжело держать это оружие на протяжении какого-то времени. То есть, если стоять и стрелять, допустим, минут 10, то рука, честно говоря, дрогнет без подготовки однозначно. Сегодня юноармейское движение стремительно развивается. Совместно с ДСААП проводятся военно-спортивные подготовки детей. Сдаются профнормативы. В будущем это поможет ребятам легче адаптироваться к военному быту, когда они пополнят ряды армии России. Скажите, а вы ведь тоже были юноармейцем в свое время? Называлось по-другому организация. Мы были и пионерами, и комсомольцами. Но у нас были зорницы, в которых мы участвовали, овладевали, скажем так, специальностями, военными специальностями. Проходили все этапы, полосы препятствий. И я хочу сказать, что мы сегодня просто возрождаем то хорошо забытое старое, которое было у нас в нашем, скажем так, детстве. На полигоне дети ознакомились с техническими характеристиками оружия, увидели быт военнослужащих и побывали в условиях, максимально приближенных к боевым. Ксения Шарафановская, Анатолий Агеев, Руслан Князев. Утро нового дня. Но самым почетным и самым важным является спасение жизни. Именно этим и занимаются наши доктора, люди, заслуживающие как можно больше уважения. Так, например, в Иваново для 15-летнего подростка, который год назад попал в аварию, был воссоздан череп на 3D-принтере. Пластина была напечатана из титана и в точности повторяла куски черепной коробки мальчика. Жизнь ребенка спасена, он поправляется и будет здоровым, полноценным человеком, радующимся жизни. А доктор, между прочим, стеснительно отнекивается. Говорит, мол, рядовая операция, ничего особенного. Ну вот представляете, раньше, мне кажется, такое вообще, в принципе, было сложно представить, да невозможно. Конечно. Это было, мне кажется, нечто из ряда фантастики. Знаешь, как могли писать писатели о том, что когда-то, где-то людям будут печатать кости. Ну вот, на самом деле, оказывается, это и работает. Ну и вообще, в принципе, конечно, много сейчас у нас есть чудесных вещей, связанных не только с медициной, которые раньше казались просто невозможными. Но о важных событиях, о событиях, которые происходили в истории в этот день, 28 марта, мы сейчас расскажем. В этот день, в 1971 году, с конвейера сошла первая машина ВАЗ-2101 или знаменитая «Копейка». Примером для модели стал итальянский «Фиат-124». Это одно из самых запоминающихся произведений советского автопрома. Максимальная скорость «Копейки» — 140 км в час при мощности двигателя — 60 лошадиных сил. Несмотря на такие скромные по современным меркам показатели, эта модель до сих пор часто встречается на дороге. 28 марта 1776 года стало днем основания Государственного академического Большого театра России. До сих пор крупнейший в стране и один из самых значительных в мире. За время существования театра здесь поставили больше 800 произведений. В 1797 году Натаниэль Брикс из Нью-Гэмпшира запатентовал стиральную машину. Сейчас трудно предположить, что именно тогда подразумевали под этим устройством, потому что описание не сохранилось. Но в 1851 году она была представлена в виде барабана, который вращался вокруг неподвижных лопастей. Революцию среди стиральных машин совершил немец Карл Милле, который видоизменил и переспособил маслобойку для стирки. В 1906 году Альва Фишер присоединил к агрегату электродвигатель и заменил бак на металлический, что уже стало отдаленно напоминать современные версии. В этот день в 1483 году родился итальянский художник и архитектор Рафаэль. Наиболее известны работы с изображением образа Богоматери. Его заслуженно именовали «Мастером Мадонн» из-за картин «Сикстинская Мадонна», «Мадонна в зелени», «Мадонна в кресле». Преждевременная смерть помешала великому художнику оставить после себя достойных преемников, но его работы сильно повлияли на развитие мировой живописи. 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде родился русский писатель и публицист, основоположник социалистического реализма Максим Горький. Он был самым издаваемым автором советской эпохи. Полное собрание сочинений Горького составляет 60 томов. За литературные труды его пять раз номинировали на Нобелевскую премию. Произведения писателя еще при жизни стали классикой отечественной литературы. Ну а теперь поговорим о делах насущных. Узнаем, что там происходит на рынке горючего топлива и не только. Давайте посмотрим. Газ все еще самое дешевое топливо на рынке, стоит 28 рублей ровно. Дизельное топливо 51 рубль 32 копейки. Чуть менее, чем в два раза дороже. 92-й бензин стоит дешевле дизеля 47 рублей 21 копейка. 95-й бензин стоит 50 рублей 42 копейки. А 98-й бензин, ясное дело, самый дорогой, стоит 56 рублей 59 копеек. Если уж вы интересуетесь тем, сколько стоит топливо, с большой вероятностью вам интересно, что там происходит на рынке ценных бумаг. Об этом поговорим прямо сейчас. Евро, доллар, два этих наименования то растут, то падают. Разберемся, что сегодня. Евро, доллар, стоит 64 рубля 59 копеек. Он подрос. Евро от него не отстает и стоит 72 рубля 71 копейку. Тоже в рост. Ну что же, ситуации бывают разные. Иногда валюты растут, иногда падают. Но в целом ситуация относительно стабильная. Любителям заправлять свои автомобили, тем, кто ценит хорошее топливо, будет интересна следующая информация. На объезде Симферополя, на участке трассы Таврида, уже начали укладывать асфальт и бетон. Ты что-нибудь об этом слышала? Конечно, слышала, потому что знаю даже, что работы ведутся стабильно и будут вестись до тех пор, пока не будет ухудшения погодных условий и уже выложен первый слой, по-моему, асфальт и бетона, если я не ошибаюсь, конечно. Я не специалист. Конечно, но я думаю, что все ухудшения погодных условий или какие-то проблемы на дороге тут же попадут в сеть. Знаешь почему? Потому что в сеть попадает все, мне кажется. Конечно, потому что крымчане особенно любят снимать на авторегистраторы. Давайте прямо сейчас посмотрим, что там собралось сети за последние сутки. Вот таким необычным способом решили то ли заделать ямы на дороге, то ли выбросить мусор. Подобную картину зафиксировали возле остановки Простоквашино в Симферопольском районе. В социальных сетях возник вопрос, не шарик ли с Матроскиным пошалили. Полоса невезения. Герою этого видео явно перебежала дорогу черная кошка. Вот только в этот раз причиной аварии чуть не стал ребенок. Позже череду неудач дополнил автобус, водитель которого не любит уступать. Завершилась ли на этом полоса препятствий, история умалчивает. Видеокамеры видят все, в том числе и недостойные поступки. В Керченском торговом центре мужчина ударил чужого ребенка, а спровоцировала его на это собственная дочь. Что не поделили дети, неизвестно. Но вот то, что бить слабых плохо, дрочуну теперь объяснит полиция. Сезон клещей открыт. На этих кадрах кровопийцы буквально атаковали крымчанина. Молодой человек без остановки снимает с себя насекомых. По словам автора ролика, их было не меньше сотни. А вот пример того, как в Симферополе иногда решается квартирный вопрос. Бездомные граждане захватили контейнерную площадку. Непрошенные соседи выставили мусорные баки наружу, а внутри соорудили мебель. Но дизайнерами они оказались посредственными. Зато не в кредит шутят горожане. В марте гуляют не только коты, но и еноты. Причем по улицам Алушты. Этот оказался беглецом, которого полтора месяца искали любящие хозяева. За время скитаний в марсе похудел на 2 килограмма, полинял, подцепил клещей и приобрел ожоги. Теперь он отсыпается дома. Вот даже до енота добрались клещи. Потому что уже, как ясно по видео, начался сезон. Интересно, конечно, долго ли он продлится и в каких на всех территориях лесных они обитают. Потому что вопрос серьезный. Вопрос серьезный. Дело в том, что еще очень страшный. Потому что я уверена, что многие люди боятся этих, опасаются укусов этих насекомых. Конечно, насколько я знаю, среди них есть энцефалит. Это достаточно опасно и для жизни. Поэтому, когда вы идете в лес, обязательно нужно пользоваться специальными лосьонами, специальными кремами. Насколько я понимаю, даже есть какие-то наклейки и браслеты на руке. Клещи, которые зажигаешь, и они просто спасают, отгоняют их. Конечно, где клещей нет, так это на пляжных территориях. Кстати, с этим связана небольшая новость. Власти Ялты будут создавать в Семизе к лету новую пляжную территорию, чтобы жители и гости поселка не остались без места отдыха у моря. Новость отличная и правильная. Ну, дело в том, что там просто территория пляжа, на которой обычно покупались туристы, она закрыта на реконструкцию, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, и в связи с этим для гостей, жителей курортного поселка будут создавать уже отдельный выход на пляж. Кстати, до этого Артем говорил о клещах. Недавно и я привезла на телерадиокомпанию одного клеща, потому что до этого было в лесах. Ну, вот как это было, сейчас покажем. Десять вместо одного. Столько деревьев теперь будут сажать в Крыму за каждое срубленное из занесенных красную книгу. Вот в таком объеме за три месяца краснокнижные крымские сосны на полуострове еще не сажали. Обычно это двух-трехлетние саженцы. Ну, а здесь же мы можем видеть уже взрослых 13-летних красавиц. Между ними соблюли специально определенный интервал. Здесь три метра, чтобы прошла техника. Между самими соснами метр семьдесят. Чтобы выкопать одно такое дерево вручную, нужно шесть здоровых, сильных мужчин. Ком земли вместе с корневой системой 13-летней крымской сосны весит примерно 250 килограммов. А на этом участке больше 1800 вечно зеленых красавиц. Через несколько десятков лет эти деревья достигнут метров 20-30 в высоту. Да, растут они достаточно медленно. Все дело в том, что сосна крымская менее морозоустойчивая, чем сосна обыкновенная. При этом не выносит застоя влаги. Но наш Крым, он идеально подходит для того, чтобы эти деревья росли, приживались и радовали глаз. Но до этого момента их сначала нужно вырастить. А это, оказывается, процесс не из легких. Мы собираем шишки, сушим шишки, с этих шишек добываем семечки. Семечку мы специальным образом стратифицируем, подготавливаем к осадке. То есть семечку мешают с опилками, выкладывают в снег и помещают в контролируемую климатическую среду – темный прохладный подвал. Создают условия, максимально схожие с природными. И вот, когда растение подрастает, его пересаживают в нехитрую конструкцию. Это сеянцы с закрытой корневой системой. Они растут вот в таких пакетах. Этим растениям по 2-3 года. Идеальный возраст, чтобы их сажали в грунт. Если бы они изначально росли в неконтролируемой среде, эти растения было бы сложнее выкопать и легче травмировать. Это касается не только сосны, а любого другого дерева, которых здесь немало. Рядом сотни двух-трехлетних ливанских кедров. Продокс в том, что сейчас в Крыму кедр ливанский есть, да? Да, а в Ливане он кончается. И мы его еще и выращиваем, и попытаемся сделать, чтобы у нас было много. Допустим, этот кедр скоро попадет в леса Крыма. Так же, как и вот эти можжевельники, вопрос незаконной вырубки этого краснокнижного растения пока остается открытым. В профильном министерстве его хотят решить с помощью специального реестра. Этим малышам, конечно, ничего не угрожает. Их надежно охраняют лесники, как и поразившую меня нумидийскую пихту. Она вообще как будто не живая. Ну, я живу, она как пластмассовая. На самом деле она живая. Вскурсовая всяких елок. Да, она живая. А где у нас такие растут? Как оказалось, много где. В Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе и Велогорском районе, где мы сейчас и находимся. Чудеса, да и только буквально несколько шагов. Из такого соснового леса оказываешься в березовой роще. Но чтобы сохранить всю эту красоту, в 2019 году из федерального бюджета выделят 225 миллионов рублей. В том числе, чтобы обезопасить эти деревья от пожаров. Для этого закупят лесопожарную технику. Планируют воссоздать леса. Тем более, что за свежевысаженными рощами нужен долгий и непростой уход. В условиях Крыма сложнее всего, наверное, нам будет поливать этот лес. Мы постараемся подать ее с водоема. Тут недалеко есть водоем. Нам разность высот позволяет подать сюда воду самотеком. И, скорее всего, чтобы сэкономить, мы будем раскладывать здесь капельное рощи. То есть под каждую нашу девочку, под каждую сосенку мы положим шланг с капелькой. Одному дереву нужно примерно 50 литров в неделю. Здесь их больше 1800. Получается примерно 90 тонн воды каждые 7 дней. Зато какой чудесный результат. Считается, что в лесу из крымской сосны воздух обладает целебными свойствами. Благодаря длинной темно-зеленой хвои, эта сосна достаточно декоративная. И может быть использована как в одиночных, так и в групповых посадках, в лесах, в скверах, в парках. И почва подходит любая каменистая, песчаная, известняковая. А из-за высокой газоустойчивости крымская сосна может с успехом озеленять большие города и промышленные объекты. Александр Корнович, Олег Бойко. Утро нового дня. Ну а нас уже ждет гость. Время подошло. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Старцев, палеонтолог, ведущий методист из зоологического музея Крымского федерального университета имени Вернадского. Добрый день. Мы знаем, что сейчас как раз таки и в Крымском федеральном университете представили экспозиции как раз вот тех костей, да, и тех вещей, которые нашли в пещере, да, вот, которые обнаружили при, когда прокладывали трассу Таврида. Да, совершенно верно. У нас представлена небольшая пока что экспозиция, в которой мы показали образцы окаменелостей, показали реконструкции внешнего вида, ну, на рисунках изображенные эти животные, и минералы, которые были найдены в пещере. Поскольку информационное сопровождение у нас было активное, и в средствах информации много прошло материалов о пещере, а посмотреть воочию, к сожалению, не было еще возможности у людей. Вот это вот первая такая экспозиция, которая позволит прикоснуться к этому. Но будут дальнейшие, насколько я понимаю. Да, конечно. У нас в планах создание большого комплекса на территории, непосредственно примыкающей к пещере, и сейчас по программе, федеральной программе развития, выделены большие средства для того, чтобы университет смог сделать там и туристический, и научный кластер для того, чтобы можно было всеобъемлюще охватить возможности этого объекта. Насколько прямо будет возможность пройтись по пещере, да, посмотреть на следы древних животных? Часть пещеры будет отведена под экскурсии, под рекреационные цели, а та часть, где найдены основные палеонтологические остатки, планируется сделать заповедной. То есть она будет только для изучения. Ну и расскажите, что же такого нашли в первую очередь? Что, может быть, как специалиста удивило и поразило вас? Ну, вообще, по моим впечатлениям, когда я только попал в пещеру, она во всем была необычная по сравнению с теми пещерами Крыма, которые я привык видеть у нас в предгорьях. То есть это очень теплая пещера. В ней была температура градусов 12 сначала, потом еще теплее стало, 16. Она была сухая. И на большом очень протяжении она заполнена красными, пылевидными такими осадками. Ну, когда мы их стали изучать, в дальнейшем выяснилось, что это древние почвы, перемешанные с гуаной летучих мышей. Все это представляет собой такой вот поверхность наподобие дюн. Это вот не свойственно, да, для наших крымских пещер? Да, у нас в Крыму такого мы еще не печатали. Гуаной летучих мышей в Крыму, знаешь, где-то в Бразилии, да. Есть у нас гуан в пещерах, главные гряды, например, в Красной пещере, еще в некоторых встречается. Но не такие большие отложения, как здесь. Тут, в общем-то, весь пол на многие метры глубины покрыт этими отложениями. Ну и, конечно, особый сюрприз представило то, что прямо буквально на поверхности этих пещерных отложений находились ископаемые кости. Сразу стало понятно, что они очень древние, поскольку они полностью окаменевшие. Мы обычно в Крыму находим более молодую фауну, которая соответствует уже времени существования кроманьонского человека. А мы уже понятно, чьи это кости? Да, мы сделали с коллегами из различных научных учреждений определение этих костей. Нам в этом помогали научные сотрудники из Москвы, из Екатеринбурга, Ростова. Ну и в результате около 20 видов мы уже определили. 20 видов разных животных? Ископаемых, да. Ну и, конечно, вопрос, который всем интересен. Самый крупный? Кого нашли? Самый крупный страус в мире и самая большая нелетающая птица Евразии была у нас в Крыму. И в пещере его нашли? И в пещере его нашли, да. Это страус дманистский. Он существовал примерно полтора-два миллиона лет назад. То есть это вот одна из временных таких марок, которые мы получили. Ну и по другим видам тоже мы возраст этих находок, в общем-то, подтвердили. То есть очень древние остатки от двух до полутора миллионов лет насчитывали. Как страус попал в пещеры? Его туда заточил хищник, во всей видимости, или он сам? Да. Дело в том, что это еще один сюрприз был. Но мы привыкли в пещерах Крыма находить остатки животных, которые были туда занесены естественным путем. Либо упали через какие-то входные отверстия, либо водами, паводками занесены были. Тут ничего такого мы не... признаков такого переноса мы не обнаруживали. Зато обратили внимание, что огромное количество погрызенных костей, костной такой трухи. И вот среди них отдельно встречаются кости менее поврежденные, по которым можно определить. Но ни одного сочлененного скелета, ни одного целого скелета мы не находили. То есть все было уже зубами хищников переработано. Ну а хищники были, как оказалось, разные. Видимо, в разных частях пещеры в разное время поработали. Там и пещерная... точнее, не пещерная, а гиена из рода Пахикракута. Это гигантская гиена. И волчи, древние представители волков, и медведи. Ну и самым интересным, наверное, среди них был саблезубый тигр гомотерий. Это действительно экзотическая очень находка для Крыма. Ну вот впервые. Мы представляем. Обязательно сходим на вашу экспозицию, которая представлена в университете. Спасибо вам огромное. А я напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Старцев, палеонтолог, ведущий методиста зоологического музея Крымского федерального университета имени Вернадского. Спасибо вам большое. Спасибо, Иван. Спасибо. Информация очень интересная. Даже не верится, что в Крыму могли найти такие интересные, редкие, а главное экзотические, как сказал наш гость, ископаемые. Но на самом деле встречается в мире много чего и удивляться уже не впору. Давайте посмотрим, что произошло в мире в целом и попало в сеть интернет. Пирамид Говорят, что возле пирамид происходит множество необъяснимых вещей. Песчаный вихрь, конечно, явление отнюдь не мистическое, но уж очень удивительное. Сочетание незыбренности монументального сооружения и неоспоримой мощи стихий впечатляет. Но близко подходить к смерчу не стоит. Это может быть опасно. Пользователи шутят. Теперь ясно, откуда взялись все эти легенды. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Хотя порой без товарищей можно и денег лишиться. Незадачливый грабитель решил напасть на компанию молодых людей, совершенно не взяв по вниманию численный перевес. Ребята не растерялись и дали отпор агрессору. Правда, он, как оказалось, приехал не один. В итоге победила дружба. Горничная спасла ребенка за пару секунд до того, как обвалился потолок. Девушка услышала подозрительный шум и скрежет сверху. Сообщив владельцу дома, она в спешке побежала за ребенком, забрав его из колыбели. Как оказалось, не зря. Ненадежная конструкция с грохотом обвалилась, скрыв под стройматериалами детскую кроватку. Доверяйте своей интуиции. Все знают английских королевских гвардейцев, и что им строго-настрого запрещено двигаться, охраняя ворота. Но мало кто знает, что им совершенно непозволительно менять траекторию во время марша по двору. Туристка, засмотревшись в другую сторону, попала прямо под локомотив чувства долга и дисциплинированности гвардейца. Главное не обижаться. Служба есть служба. За невнимательность поплатился и герой следующего видео. Пешеход, заговорившись по телефону, не заметил открытый люк на дороге. Дальнейшее вполне очевидно. Фокус исчезновением, комментируют пользователи. Будьте внимательнее. А порой даже упорная подготовка может не дать никакого результата. Маленькая девочка, желая пройти под швакбаумом, наклонилась заранее. Но, видимо, недостаточно. В итоге произошло столкновение. Что же, второй раз пробовать смысла нет. Значит, нужно идти в обход. А ведь цель была так близко. Удивительные законы физики. Вулканический пепел, смешавшийся снегом, образовал не ньютоновскую жидкость. Вещество, свойства которого меняются в зависимости от градиента скорости. То есть активности воздействия на нее. Когда-то такая игрушка-антистресс буквально взорвала прилавки магазинов. Она была, конечно, не вулканической, но все равно увлекательной. Так и хочется потрогать самому. Природа не перестает поражать своими видами. По-настоящему сказочный пейзаж озера Морейн в Канаде не может оставить равнодушным. Кристальная, бирюзовая вода, а дальше необъятная горная гряда, покрытая утренним маревом. Просто насолодитесь картинкой. Иногда, крекеры, это сложно. Голодный пес пытается взять печеньку с края стола. Дело, оказывается, непростое. Ну ничего, чуть больше упорства и цель поддастся. Никогда не сдавайтесь и верьте в свои силы. Ну это новости интернета. А вот какие новости последние сейчас есть на улицах Крымской столицы? Может, так сказать, Таня Балыкина. Она на прямой связи с нами. Доброе утро, Таня. Доброе. Доброе утро, Саша и Артем. Здравствуйте, крымчане. Я сейчас нахожусь в парке имени Гагарина. Здесь с утра довольно-таки прохладно, но тем, кто прогуливается, это не мешает. Также я уже встретила несколько людей, которые на пробежке. В общем, сейчас температура воздуха плюс 2 градуса, но ощущается это как минус, потому что северо-западный ветер 12 метров в секунду пронизывает насквозь. В нем температура поднимется до плюс 5, плюс 8 градусов, но на самом деле будет холодно, поэтому все-таки мой вам совет, не забудьте зончики и шарфики. Сегодня также ожидается дождь со снегом, поэтому я бы даже, наверное, надела шапку. Кстати, сейчас я вам еще хочу рассказать о акции, которая стартовала в Симферополе. Симферопольские гости столицы фотографируются с вот этим вот пиксельным сердцем. Уже очень много фотографий в интернете, я сама лично их видела, но фотографироваться, конечно, лучше всего, когда полгода солнечная, тогда фотографии получатся ярче, но я, наверное, тоже присоединюсь к этой акции прямо сейчас, но для начала передам слово вам, коллеги. Спасибо, Таня. Теперь знаем, что нужно надевать обязательно шарфы объемные, которые сейчас модные, да? Ну, возможно, но не мне так точно, я боюсь, что не пойдет. Но, знаешь, я вот слышу этот ветер и бррр, аж вот сам замерз, потому что действительно задувает бедная Таня, а ведь ей еще ездить, ездить и стримить тут, вещать. Поэтому все, кто собирается сейчас выходить на улицу, ехать по своим делам, на работу, обязательно утепляемся, и тогда уже день, в принципе, задастся с другой нотой, более теплой, нежной и праздничной. На работу или выгуливать домашнего любимца. Кстати, если у вас его нет, ничего, мы вам в этом деле поможем прямо сейчас. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните, пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. А уже порядка 300 крымских школьников сдают ЕГЭ досрочно. У них есть такая возможность. Это обычно те дети, которые уже уехали на соревнования и будут уезжать точнее вовремя. И вот, может быть, даже некоторые из этих школьников сейчас прогуливаются по площади Ленина, Симферополя. Бегут к репетиторам, бегут на уроки. Но, кстати, на самом деле время-то уже подходит. У некоторых же школа начинается с 8, поэтому да, людей все больше. Кстати, обрати внимание, ведь дело не только в тепле. Только началась весна календарная, как людей появилось больше на улице, в принципе. Хотя, на самом деле, достаточно холодно. И, скорее, стримотание. Вот, поэтому, в принципе, людям, видишь, скорее важно верить в то, что на улице тепло, значит, вот уже весна и скоро будет солнышко. И уже мотивирует. Да, да, радует даже то же, по крайней мере, что собираешься вот по утрам на работу или по своим делам и слышишь уже, как птички поют, потому что начало светать раньше. И, видимо, уже сама природа говорит о том, что просыпаетесь, просыпаетесь пораньше. Пораньше просыпаться не только полезно, но, оказывается, бывает и приятно, потому что можно раньше проехать в общественном транспорте, пока нет пробок. Ну, воспользоваться этим и просто насладиться, пройти родным городом и пройти пешком. Потому что сейчас мы показывали Симферополь, а вот, допустим, в курортных городах, таких как и в Паторе, Алушта, по дороге, по рутинным делам можно просто даже увидеть море. А вот что может быть дороже, чем видеть каждый день море по утрам? Вот это же просто мечта, мне кажется. А я, ты знаешь, могу осуществить твою мечту, между прочим, и прямо сейчас готов показать тебе море, прямо утром. Считай, что не по дороге на работу, а прямо на работе. О, потрясающе! А это Ялта, я так понимаю? Конечно, это Ялта, это фактически, я бы сказал, Крымское Средиземноморье, вот, потому что вид потрясающий. Конечно, солнышко светит прямо в камеру, поэтому мы слегка затемнены, но видно эти дома, и просто представь, каково просыпаться на верхних этажах. Смотреть на горизонт, вокруг на зелень, на хвойную, вечно зеленую, и наслаждаться. И вот кто-то сейчас просыпается на верхних этажах вот этих высоток в Ялте, наслаждается прекрасным видом, а в это время, на самом деле, прекрасным видом можно насладиться практически в каждом городе нашего прекрасного полуострова, потому что этот полуостров уникален. Да, уникален, и прямо сейчас мы смотрим на узнаваемые всеми так называемые кресты, центр города, пересечения улицы Пушкинская и Карла Маркса. Ну, видимо, по магазинам еще не все побежали, поэтому... Конечно, да. Ты знаешь, да, пустовато, на самом деле, для центра города, особенно учитывая, что в теплое время года по вечерам здесь, конечно, не пройти порой, уж точно не проехать. Но, на самом деле, утро еще все-таки ранее, и, возможно, в центре люди появятся попозже. Что не мудрено, на самом деле, потому что куда уже? Погода сейчас уже, в принципе, как рассказала нам Таня Балыкина, достаточно прохладная, может быть, поэтому люди лишний раз не гуляют, а просто по делам выходят, по своим. Ну, может быть, в этом и есть смысл, но в любом случае, если вы уже решили начать свое утро пораньше, можете начать его, например, с пробежки. Это возможность не только оздоровиться, но и зарядиться зарядом бодрости, я хотела сказать. Ну, и в это время хочу рассказать, что мы говорили уже о том, что центр Симферополя украсят к 75-летию большими звездами с георгиевскими лентами, а также, между прочим, еще приведут в порядок можжевельник. Конкретнее, если конкретнее, то тот можжевельник, который растет на площади Ленина, который мы сейчас видели, приведут, тоже обрежут и приведут на лежащий вид. Кстати, на самом деле, нам есть еще, что вам рассказать. Я с Александром Скачевым недавно отправился в небольшое следовательское путешествие. Предлагаем прямо сейчас и посмотреть. При строительстве дома вам нужны надежная бригада строителей и грамотно составленный план. Но, пожалуй, что самым важным аспектом является твердый, а главное, правильный, нужный грунт под ногами. Чтобы узнать, таков ли он, и проводится колонковое бурение. Давайте взглянем поподробнее на этот сложный, но крайне увлекательный процесс. На сегодняшний день такой тип бурения является основным техническим средством анализа грунта и разведки месторождений твердых и полезных ископаемых. Вообще, геологические изыскания нужны для того, чтобы было безопасное строительство. Для того, чтобы проектировщики могли правильно рассчитать фундаменты, чтобы избежать потом всяких неприятностей в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В первую очередь на буровую установку крепят пол внутри стержень. Он нужен для того, чтобы в процессе, заклинив его, могли собрать керн. В процессе бурения разрушение породы происходит не по всей площади забоя, а по кольцу. В зависимости от типа породы применяются разные материалы коронок, режущих частей. В нашем случае это стальная коронка для пород небольшой крепости. В первую очередь машина собирает образцы, то есть керн верхних слоев почвы. Его достают из пологой трубы и выкладывают на земле по очереди. В это время специалист производит промывку забоя скважиной водой. С глубины, на которой работает бур, меняется и тип породы. Прямо сейчас приблизительно в метре под нами мы нашли известняк. Известняк, конечно, не самое сложное для бурения порода, но все же он по-своему прихотлив. Этот кусок известняка мы достали на глубине в 2 метра. На ощупь он очень твердый и прочный. Такое фактически непробиваемое полотно стелется практически на 70 метров вниз, а там дальше подземные воды. В зависимости от категории грунтов и поставленных задач, может занимать 2 часа, может, если грунты очень сложные, то вплоть до суток. То есть процесс очень трудоемкий, но не быстрый. Южный берег, иногда и неделями мы можем одну скважину брить. То есть в зависимости от категории грунтов. И все же свою землю под ногами знать обязательно. Только так можно правильно рассчитать и построить дом без дальнейших последствий. Любые вот просчеты, конечно, ведут потом к нежелательным результатам. Очень важно также учитывать инженерно-геологические условия, которые выражаются в тех процессах, которые происходят на пределах строительной площадки. У нас же могут быть эрозионные процессы, процессы, как я уже говорил, карстовые. Есть в Крыму очень характерные оползневые процессы. Это у нас что? Известняк крепкий. Каждый грунт делится на категории буримости. От одной до десяти. Это где-то третья-четвертая категория. В зависимости от поставленных условий для бурения, то есть для наших лабораторных исследований, отбираем грунты. Покрываем парафином монолит. Сохраняется влажность, сохраняется целостность монолита породы. Потом мы передаем в лабораторию. В таком по-настоящему трудовом ритме бурение будет продолжаться еще некоторое время. Работа долгая и изнурительная, но очень интересная. Правда, после нее руки остаются белыми. Собранные образцы грунта керн будет отправлен в лабораторий, где внимательно изучен. Кстати, прямо сейчас там находится Александр. Наберем его и узнаем, как дела. Алло, Александр, вам уже доставили керн? Да, Артем, керн уже у нас. Начинаем научное изыскание. Наш образец пройдет испытание сразу в трех лабораториях, где его изучат всесторонне. Первая из них впечатляет простором помещения и стройными рядами механизмов. Мы находимся в геотехнической лаборатории, которая занимается исследованием грунтов. Для того, чтобы построить любое здание и сооружение, необходимо просто изучить грунты в основании, которые лежат. Потому что грунты у нас очень сложные. Одни грунты имеют свойство просадочных грунтов, другие у нас грунты набухающие. Здесь изучают мягкие фракции, глины. Предварительно геологами керн разделяется послойно, а затем каждый страт изучается по отдельности. Здесь в лаборатории массы загружаются в специальные кольца и подвергаются исследованиям. Это компрессионные приборы. Мы здесь испытываем грунт на сжатие. То есть мы им даем нагрузочку и при помощи индикаторов измеряем, насколько при сжатии изменились наши показания. Так одни глины при намокании сжимаются, проседают, другие раздаются вширь, разбухают. Расчет идет на один сантиметр кубический. Помимо классических технологий, здесь используют и последние достижения науки и техники. Сдвиговые приборы — это испытываем грунт на сдвиг. То есть тоже нагрузка идет вертикальная, горизонтальная. Это новые приборы. И тоже вот компьютер, вот сейчас идет испытание, компьютер все фиксирует. И хотя бездушные электронные приборы более точны и просты в обращении, душа лаборатории в хромированных механизмах, запахи увлажненной глины и машинной смазки. Не очароваться здесь просто невозможно. Моя внучка, сколько ей, 6 лет, она в садике говорит, я буду геотехником. А почему? Потому что бабушка. Но не только глины слагают почвы. Под их покровом на разной глубине кроется скальная порода. В следующих залах в прямом смысле грызут гранит науки. Но мы движемся дальше и попадаем в строительную лабораторию испытания строительных материалов и геологических проб. Здравствуйте. Добрый день. Людмила Николаевна знает о камнях и бетонах все. С 1970 года она работает по специальности инженера и испытывает не только строительные материалы, но и целые скалы. Геологи привозят к нам материалы. Вот то, что они набурили, привозят грунты, которые нужно определить их прочность на истираемость. Из предоставленного твердого образца с помощью машин вытачивается цилиндр с заданными параметрами. В процессе главное не допустить погрешности. От этого зависит точность следующей манипуляции. Берем керн. Он у нас уже обмеренный. Все взвешенное, обмеренное, чтобы определить потом, какое усилие будет на один квадратный сантиметр. Материал будет сдавливаться огромными гидравлическими прессами до тех пор, пока камень не разрушится. Приложенная к образцу сила и определит прочность породы. Данный пресс рассчитан на давление в 150 тонн. Следующая лаборатория сверкает начищенными пробирками. Здесь наш образец придадут всем чудесам химических превращений. Химический анализ – ювелирная работа. Нужно действовать очень осторожно, ведь результат зависит от каждой капли реактива. Мы находимся в химико-экологическом подразделении строительной лаборатории. Наша лаборатория проводит количественный химический анализ грунтов на содержание катионов и анионов. Проверяем почву грунта на степень растворимости, на степень засоленности. Для геологов важно знать, насколько химически агрессивен грунт и как он будет взаимодействовать с фундаментом. Еще химики могут определить, насколько он опасен, не содержатся ли в нем ядовитые или радиоактивные вещества. Подобные исследования проводятся и над водой, грунтовой или из открытых источников. Это гамма-радиометр. Он необходим для определения гамма-излучающих радионуклидов, таких как ради, торий, калий и цезий. Далее результаты количественных и качественных химических реакций суммируются и вместе с отчетами других лабораторий попадают к геологам. После того, как геолог получил данные из всех лабораторий, мы работаем с этими данными, мы их обрабатываем, систематизируем для того, чтобы получить общую какую-то цифру, с которой сможет работать проектировщик. То есть это прочностные характеристики, деформационные. И мы их выносим на наш разрез инженерно-геологический. Ученые создают настоящий научный труд, посвященный строению недр конкретного участка. От наклона залегания пластов, их подвижности относительно друг друга, до уровня залегания грунтовых вод, которые могут размыть фундамент. Все эти данные очень важны, в особенности для солнечного полуострова, поверхность которого, как лоскутное одеяло, истрит выходами геологических пластов разных ярусов и эпох. Далее сформированные отчеты о геологических изысканиях идет заказчику и в архив. Кстати, именно туда направляется наш Артем Андроновский. Алло, Артем, ты уже добрался? Да, Александр, именно туда мы сейчас и отправляемся. По коридору украшены фотографиями, на которых запечатлена история института с момента его основания. Давайте взглянем поближе. Время не щадит ничего и уж точно не оставляет неизменным. В этой комнате хранятся результаты инженерно-геологической деятельности института для строительства с момента его основания в 61-м году. Здравствуйте. Таким образом, здесь собран материал более чем за 50 лет прикладной работы. Все с острожайшей точностью разложено по датам, городам, типам работ. Порядок, установленный десятки лет назад, поддерживается незыблемо, практически ювелирно. Что сказать? Здесь собрано по-настоящему колоссальное количество информации. Сотни тысяч материалов по скважинам. Чтобы достать до некоторых, приходится буквально лезть на стремянку. Фактически весь Крым застроен по материалам, хранящимся в этих папках. Большая часть информации может быть актуальной и сейчас, в случае реконструкции или повторной застройки уже изученной территории. 17-19. В этом помещении это не просто цифры. Такую температуру в архиве поддерживают круглогодично с целью сохранения материалов, которые были собраны много лет назад. Такая же ситуация и с влажностью. Необходимо 50-55%. Некоторые файлы уже давно пожелтели от старости. Они делят место на полке с новыми и давно собранными. Работы на полуострове ведутся до сих пор, а значит, растет и архив. Пролежав миллионы лет под землей, история поднимается наверх буровиками. Затем она тщательно исследуется в лаборатории, после чего обобщается и анализируется специалистами-инженерами. И только потом, сложенная в аккуратный запечатанный документ, она отправляется сюда, в архив. Этот долгий, но увлекательный путь сегодня мы прошли вместе с ней. Вот так быстро и незаметно пролетел первый час. В эфире снова программа «Утро нового дня». Напоминаю, что мы идем 2 часа с 7 до 9 в прямом эфире на Первом Крымском и Крым-24. Да, ну а я уже дополню новости, которые уже вам рассказал Артем. В Бахчисарайском районе укрепят берега реки Альма, конкретно в селах Брянское и Заветное. Проект предполагает сооружение подпорной стены из железобетонных блоков протяженностью почти 500 метров. Ну, то есть местным жителям не стоит опасаться, что их затопит. Международный день театра. 27 марта профессиональный праздник отметили те, кто ежедневно дарит радость и сказку зрителю. Одно из старейших видов искусств активно развивается в Крыму. Десятки премьер и сотни зрителей ежегодно в республиканских храмах Мельпомены. Тайны театрального закулисья в специальном репортаже наших корреспондентов. Пустой зал до генеральной репетиции считанные минуты. Актриса Виталина Скокова распевается. Ее образ известный во всем мире. Идеал красоты, загадочная улыбка. Мона Лиза – любимица великого художника. К спектаклю артистка готовилась тщательно. Я старалась сделать ее очень мудрой и искренней натурой, которая все у нее в душе идет через Бога. Мюзикл Леонардо. Премьера. Декорации, картины и чертежи изобретателя. Это фантазия и умелое воплощение художника Юрия Суракевича. На сцене продумано все – от ступенек до воплощенных в реальность конструкций итальянца. Этот спектакль ждал своей сценической реализации в нашей редакции, в редакции нашего театра, несколько сезонов. В этом сезоне все сошлось. У нас появились артисты, которые могут сыграть в этом мюзикле. В спектакле задействовано больше 40 актеров и артистов балета. У некоторых несколько образов. Над постановкой труппы трудилась на протяжении трех месяцев. Скоро крымчане смогут погрузиться в историю итальянского художника. В чем загадка Леонардо? Узнаем у него самого. Леонардо, расскажите, пожалуйста, в чем ваша главная загадка? Я не пытаюсь оправдаться перед вами. Прошу я выслушать и, может быть, понять меня. Я мечтаю построить большие крылья, взлететь и лететь в своей мечте высоко-высоко. Удалось ли испытателю взлететь, крымчане узнают во время премьеры. К выступлению готовятся и артисты Крымского драмтеатра имени Горького. Зрители с нетерпением ждут начала. Приходят целыми семьями. Мы его любим и ходим часто сюда. Сюда, как альтернатива кино, нормально, интересно сходить. Потому что это живое искусство. И нетленно, и красиво. В апреле прошлого года учреждение было закрыто из-за нарушений техники безопасности. Зрителей встретились спустя 9 месяцев. Теперь в театре аншлаги и премьеры. Актриса Жанна Бирюк в своей гримерке добавляет последние штрихи к образу. В ее первые дни работы в театре также были изменения. Это было очень давно и очень волнительно. Это было в ту пору на сцене украинского театра, потому что наш театр был на реконструкции. И сейчас мы опять, слава богу, открылись и работаем на сцене на своей. Зрители в зале, актеры за кулисами. Звучит одна из главных мелодий театра. И начинается магия. В зале камерной сцены зритель как будто проживает вместе с актерами маленькую жизнь. Меня это радует и пугает. Опа! А почему пугает? Потому что вокруг тебя слишком много женщин. В Симферополе также продолжается строительство театра «Кукол». Два зрительных зала и сложная конструкция сцены. Здание сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Продолжают удивлять зрителей в городе здравницы Евпатории. Золотой ключик – театр для взрослых и малышей. Все 30 лет живет только на собственные средства. Мы все эти годы были лишены, абсолютно лишены финансирования полноценного постановки спектакля. Несмотря на это, эти спектакли берут гран-при на международных и всероссийских фестивалях, конкурсах. Эта проблема скоро решится. Учреждение получит статус профессионального и станет пятым в Крыму. Это даст возможность получать средства из бюджета республики не только на спектакли, но и на реконструкцию. Театр, где ребенок играет наравне со взрослым. Для воплощения сказки есть все необходимое. Тут создают декорации, придумывают и отшивают костюмы. В костюмерный театр хранится больше 10 тысяч нарядов, благодаря которым каждый актер может почувствовать себя Наполеоном или, допустим, королем. Дом для актеров и артистов есть и в Южной столице. Театру имени Чехова больше 130 лет. Александр Евхута 12 лет служит театру. Пришел стулером, теперь управляет занавесом и сценой. Работу менять не собираюсь. Конечно, это уже как бы... Ну, тут практически все как бы... Наш дом, мы его... Вот что вы видите, это все мы. Новую жизнь получит театр имени Пушкина в Керчи. Долгое время функционирующий как дом культуры, просто принимая артистов, сегодня обновляется и обретает новые формы. Перед руководством поставлена задача создать настоящий театр в добрых русских традициях. Выделены средства на ремонт и реконструкцию. Надеюсь, что к концу 2019 года мы часть ремонтных работ завершим. И параллельно мы уже работаем над тем, над труппой, то есть над актерами, потому что режиссерским составом. Здание уникально построено в советское время руками итальянских мастеров. В зале идеальная акустика. Сотрудники сравнивают его с залом «Ласкало» и мечтают о своих спектаклях и зрителях. Впереди у крымских храмов Мельпомены еще не одна премьера. Актеры, режиссеры, художники и работники сцены готовы усердно трудиться, поскольку в этой игре вся их жизнь. Анастасия Кушель, Зарема Дадаева, Светлана Ермельченко, Игорь Пенищук, Андрей Заоричный, Александр Кровец и Олег Черемисов. Новости 24. Без права на помощь. Трудно найти работу и получить медицинскую помощь. С такими проблемами сталкиваются крымчане, у которых нет регистрации по месту жительства. Большинство из них – сироты и малоимущие. Есть ли законы и основания на такие ограничения, разбирался Дмитрий Попов. Индира Мумитова снимает койко-место за 6 тысяч рублей за месяц. Условия терпимые. Это лучший вариант за такие деньги. Правда, тесно, особенно на кухне. Две комфортки – это не очень, я бы сказала, удобно. У девушки подработки есть. В месяц получает почти 13 тысяч рублей. Хватает только на еду. Из-за того, что прописки нет, ей трудно найти работу. С проблемами сталкиваются и в медицинских учреждениях. Родственники отказались поддержать Индиру. Говорят, что мы сами не прописаны, нам оформлять надо дом. И каждый категорически не хочет прописывать у себя. Положение усложнила беременность. Молодой человек от ребенка отказался. Девушка начала искать помощь у знакомых, чтобы получить временную регистрацию. Без нее рушится не только личная жизнь. Прогнозы специалистов неутешительные. Пока ты не решишь свои проблемы жилья и материальные, для того, чтобы могла в полном объеме воспитывать ребенка, мы вот на время изымаем у тебя этого ребенка. Покупать фиктивную прописку – путь противозаконный. Отвечать за обман в первую очередь будут те, кто формально предлагает крышу над головой. Преусматривает ответственность до трех лет лишения свободы. В прошлом году по данной статье было направлено материалов на возбуждение. 116 материалов по данной статье. Даже если человек действительно намерен жить в том помещении, где зарегистрирован, надо помнить, тут есть ограничения. Для того, чтобы понять, сколько человек можно прописать в жилье, нужно разделить его площадь на норматив, который составляет 16 квадратных метров на человека. Допустим, что площадь квартиры 48 квадратных метров. Это значит, что в ней можно зарегистрировать не больше трех человек. С проблемой отсутствия прописки столкнулась и Раиса Пятифарова. Она сирота и не могла без нее стать на квартирный учет. В университете не получала стипендии. Проблему решила, но частично. В деревне, ну там через знакомых, в Саксском районе прописалась, нашла. Мы поехали, прописали, сделали временную. А это значит, что через три года придется вновь искать решение проблемы. К тому же некоторые трудности остались актуальны. Например, чтобы получить медицинскую помощь, нужно ехать в другой регион. Сейчас Раиса живет в Центре социально-психологической помощи и временного содержания для детей и молодежи. Здесь могут бесплатно жить сироты, которым еще не исполнилось 23 года. Планируют помогать им и с регистрацией. К концу года, я думаю, она будет сделана. Сейчас ведется переписка с миграционным отделом МВД. А вот помогать малоимущим, которые оказались на улице, так быстро не получится. Нужно сперва построить приют. Люди, которые будут получать в нем койко-место, смогут претендовать и на регистрацию. На данный момент приют готовятся документы на оформление земли, готовятся проектно-смертные документации. Сейчас проекты делаем. Дом для людей без конкретного места жительства планируют построить в течение двух лет. В нем будет 60 койко-мест. О ней будут предоставляться бесплатно. Дмитрий Попов, Сеть Мемет Кукчиев, Новости 24. Ну а в Севастополе уже началась подготовка к офицерскому балу. В этом году он состоится 16 июня. И организаторы мероприятия уже объявили о начале набора участников. Насколько я знаю, он будет посвящен творчеству Александра Пушкина. Да, творчеству Александра Пушкина. И каждый сможет окунуться в эту атмосферу возвышенную. И, в принципе, этот бал – это одно из таких вот самых масштабных мероприятий вот такого вот направления вообще во всей стране. Мужчины во фраках, с бакенбардами, дамы в платьях. Ну что же, не только на этот бал можно сходить в Крыму в ближайшие дни. Об этом прямо сейчас вам и расскажем. Сегодня в Русском драматическом театре имени Горького пьеса с интригующим названием «Постель брать будем» главные герои – мудрые, зрелые люди, которые, несмотря на высоту своих лет, все равно умудряются попадать в нелепые ситуации. Смех и слезы, радости, отчаяния и даже философские размышления заставляют зрителя задумываться о том, что действительно важно. В библиотеке имени Франко арчас «Театральное многоточие». В программе – показ короткометражных фильмов от молодых крымских авторов, беседа с начинающими режиссерами и книжная выставка, посвященная истории театра. Начало в 14.00. В кинотеатрах в этот день приключенческая фэнтези «Рожденный стать королем». Сюжет фильма разворачивается в наше время. Современный Артур – школьник, который постоянно сталкивается с издевками, пока ему в руки не попадает волшебный меч Эскалибур. Кроме могущества, вместе с находкой мальчику достается товарищ Мак и коварная волшебница Моргана, которая мечтает уничтожить весь мир. Фильм предназначен преимущественно для юной аудитории. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. Сегодня в кинотеатрах премьера – первая игровая перезагрузка мультипликационного фильма от студии Дисней режиссера Тима Бёртона. Действие разворачивается в цирке, где рождается слоненок с непомерно большими ушами. Это вызывает насмешки и упреки, пока вдруг не оказывается, что вместе с ушами будущей звезде достается умение летать. Выступления под куполом цирка вместе с воздушной гимнасткой Калет, овации и слава длятся до тех пор, пока не оказывается, что в сказочной стране хранится слишком много темных секретов. Время сеансов вы можете выбрать самостоятельно. Ну что, а до кинотеатра или театра нужно еще доехать. Поэтому идем за мной. Расскажу вам, что происходит на рынке горючего топлива. Газ, дизельное топливо и бензин. Поговорим о них. Газ стоит 28 рублей, ровно. Такая вот круглая цифра. Ну и хорошо, значит, можно побольше заправить. Дизельное топливо – 51 рубль 32 копейки. Дороже газа, но оно и естественно. Зато двигатель, как говорят, экономней. 92-й бензин стоит 47 рублей 21 копейку. Не уступает, а опережает его 95-й. 50 рублей 42 копейки. 98-й, ясное дело, самый дорогой бензин для мощных и быстрых двигателей. Стоит 56 рублей 59 копеек. Итак, знаем цены на бензин, а особенно на 98-й. И тем более хотим знать цены на рынке ценных бумаг. Давайте прямо сейчас и посмотрим. Поговорим, как всегда, о долларе и о евро. Выросли они или упали, и сколько они стоят. Доллар за единицу. Стоит 64 рубля 59 копеек. Он немного подрос. С евро ситуация такая же подросла. 72 рубля 71 копейку. Знать цены на топливо и знать цены на валюты полезно. Во-первых, это поможет сэкономить в нужный момент. А с другой стороны, это поможет в нужный момент немного заработать. Да и к тому же вовремя заправленный полный бак экономит еще один. А мне интересно, на чем ездят БТРы? БТРы, я думаю, что на дизельном топливе, скорее всего. Ну, вряд ли у них электродвигатели, хотя чего только не ожидаем от будущего. Ну, вот я знаю, что дети на БТРах уже покатались. Ксюша Шарапановская покаталась, а мы с Артемом еще нет. Но, может быть, и мы поедем на такие съемки и покажем вам тоже такие сюжеты. Зато мы можем посмотреть прямо сейчас. Я вступаю в ряды юноармии. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Соблюдать устав юноармии. Быть честным. Для ребят это не просто слова. Любовь к родине – основное качество будущего солдата. Посвящение в юноармейцы прошли 25 учеников Лазовского интерната. Каждый получил заветный берет. Прямо сейчас у детей есть возможность побывать в самом настоящем БТРе. Места здесь, конечно, мало, но мы попробуем разместиться. Как эмоции, как впечатления? Скажи. Все хорошо. Что такое для тебя клятва юноармейца? Ну, это для меня служить родине и защищать. И сразу первое испытание – выдержать короткое путешествие в трясущемся бронетранспортере. Нужно быть очень осторожным. Я вот еще хочу спросить вот этой молодой особой. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? В армии служить. А кем именно хочешь стать? Разведчиком. Прямо самым настоящим разведчиком? А не боишься? Нет. Круг почета желающих прокатиться внутри БТРа собралась целая очередь. Девчонки наравне с мальчишками пробирались через узкие двери машины в ожидании незабываемых впечатлений. Молодой человек, расскажите свои эмоции. Как это было? Эмоции непередаваемые. Трясет не очень, но вообще очень классно. Понравилось? Конечно, понравилось еще. Первый раз катался. Запомни на всю жизнь. Естественно, хочу. Мне очень понравилось прокатиться на танке. Мне понравилась военная база. Хочу еще приехать сюда. Не зря я вступила в юную армию. А кем именно хотели бы быть? Честно говоря, в военную морскую пехоту хотела бы поступить. Ну, как удастся. Прокатив ребят в БТРе, военные провели им стрелковый инструктаж. И даже дали подержать в руках автоматы. Патронов, разумеется, в них не было. Скажите, пожалуйста, как этим пользоваться и как правильно прицеливаться? У нас есть коллиматор. И для чего он предназначен? Он предназначен для того, чтобы проще было стрелять ночью. Есть мушка. В эту мушку мы берем цель. Когда мы прицеливаемся, в этой мушке появляется цель. И, в принципе, мы готовы поражать уже любые цели. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, признаюсь честно, вот, например, для девушки очень тяжело держать это оружие на протяжении какого-то времени. То есть, если стоять и стрелять, допустим, минут 10, то рука, честно говоря, дрогнет без подготовки однозначно. Сегодня юноармейское движение стремительно развивается. Совместно с ДСААП проводятся военно-спортивные подготовки детей. Сдаются профнормативы. В будущем это поможет ребятам легче адаптироваться к военному быту, когда они пополнят ряды армии России. Скажите, а вы ведь тоже были юноармейцем в свое время? Называлась по-другому организация. Мы были и пионерами, и комсомольцами, но у нас были зорницы, в которых мы участвовали, овладевали, скажем так, специальностями, военными специальностями. Проходили все этапы, полосы препятствий. И я хочу сказать, что мы сегодня просто возрождаем то хорошо забытое старое, которое было у нас в нашем, скажем так, детстве. На полигоне дети ознакомились с техническими характеристиками оружия, увидели быт военнослужащих и побывали в условиях, максимально приближенных к боевым. Ксения Шарафановская, Анатолий Агеев, Руслан Князев. Утро нового дня. А у нас, между прочим, буквально в полевых условиях, только вот на информационном фронте, прямо сейчас находится наша замечательная Таня. И она нам расскажет, что там происходит в центре города. Да, коллеги, я уже добралась до следующей локации, сейчас нахожусь на площади Московской. Кстати, движение здесь, конечно, сейчас такое оживленное, хотя мы добрались быстро, но сейчас уже здесь ситуация изменилась. Вокруг площади Московской со всех сторон ряды машин. Такая же ситуация сейчас и на площади Куйбышева, на улицах Киевской, Русской и Ленина. На остановках десятки людей ждут свой транспорт. Кстати говоря, если говорить об общественном транспорте, есть и хорошие новости. Вчера стало известно, что власти Симферополя по просьбе жителей города продлили маршрут номер 93 в Неопольск-Кивский микрорайон Льдозаводское. И этот маршрут уже утвержден, а значит скоро он начнет действовать. Кроме того, глава администрации города Наталья Маленко поручила благоустроить и тротуары в микрорайоне, прилегающем к музею-заповеднику Неопольск-Кивский. На этой хорошей новости, коллеги, я передаю вам слово. Спасибо, Таня. Вот знаешь, несмотря на такую погоду, Таня все равно сохраняет позитив. Нужно у нее учиться не только нам, а и нашим зрителям. Потому что если день начат с улыбкой, то, думаю, с улыбкой он и пройдет. Кстати, у меня есть новость для тебя и для наших телезрителей, которая точно не может не вызвать улыбки. Есть, значит, такая... Я уже улыбаюсь заранее. Вот, это правильно. Хорошая тактика. Есть, значит, такая специальность коучинг. Это люди, которые учат других людей тому, чему по идее те должны учиться сами. Так вот, есть подразделение Love Coaching. Это люди, которые учат вас найти свою любовь, соответственно, меркантильную для вас выгодную в некоторых случаях. Так вот, одна именитая Love Coaching, которая сама учила других женщин хомутать мужчин, зарканивать буквально и качать из них по посидимости деньги, а может быть, еще и какие-то ресурсы. Ну, может быть, нервы, может быть, еду. Сама была жертвой, потому что на сайте знакомств нашла красивого, накачанного, привлекательного мужчину и влюбилась. Сначала он попросил у нее деньги на операцию на колено. И с счета улетело 140 тысяч. Ну, а потом, впоследствии, он, в принципе, скрылся со всеми остальными деньгами, что были у нее в квартире. Вот так вот, всю жизнь, казалось, изучаешь ремесул, постигаешь его тонкости, а потом становишься жертвой более профессионального специалиста. Да, недешевая, видимо, вышла у мужчины операция, и, конечно, которая, скорее всего, мифическая. Тем не менее, вот таких вот мужчин можно встретить в интернете. Вообще, не только мужчин таких необычных и интересных можно встретить в интернете. Там много нетипичного видео, которое удивляет, поражает, заставляет задуматься. Говорят, что возле пирамид происходит множество необъяснимых вещей. Песчаный вихрь, конечно, явление отнюдь не мистическое, но уж очень удивительное. Сочетание незыбренности монументального сооружения и неоспоримой мощи стихий впечатляет. Но близко подходить к смерчу не стоит, это может быть опасно. Пользователи шутят, теперь ясно, откуда взялись все эти легенды. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Хотя порой без товарищей можно и денег лишиться. Незадачливый грабитель решил напасть на компанию молодых людей, совершенно не взяв по вниманию численный перевес. Ребята не растерялись и дали отпор агрессору. Правда, он, как оказалось, приехал не один. В итоге победила дружба. Горничная спасла ребенка за пару секунд до того, как обвалился потолок. Девушка услышала подозрительный шум и скрежет сверху. Сообщив владельцу дома, она в спешке побежала за ребенком, забрав его из колыбели. Как оказалось, не зря. Ненадежная конструкция с грохотом обвалилась, скрыв под стройматериалами детскую кроватку. Доверяйте своей интуиции. Все знают английских королевских гвардейцев, и что им строго-настрого запрещено двигаться, охраняя ворота. Но мало кто знает, что им совершенно непозволительно менять траекторию во время марша по двору. Туристка, засмотревшись в другую сторону, попала прямо под локомотив, чувство долга и дисциплинированности гвардейца. Главное не обижаться. Служба есть служба. За невнимательность поплатился и герой следующего видео. Пешеход, заговорившись по телефону, не заметил открытый люк на дороге. Дальнейшее вполне очевидно. Фокус исчезновением, комментируют пользователи. Будьте внимательнее. А порой даже упорная подготовка может не дать никакого результата. Маленькая девочка, желая пройти под швакбаумом, наклонилась заранее. Но, видимо, недостаточно. В итоге произошло столкновение. Что же, второй раз пробовать смысла нет. Значит, нужно идти в обход. А ведь цель была так близко. Удивительные законы физики. Вулканический пепел, смешавшийся снегом, образовал не ньютоновскую жидкость. Вещество, свойства которого меняются в зависимости от градиента скорости, то есть активности воздействия на нее. Когда-то такая игрушка-антистресс буквально взорвала прилавки магазинов. Она была, конечно, не вулканической, но все равно увлекательной. Так и хочется потрогать самому. Природа не перестает поражать своими видами. По-настоящему сказочный пейзаж озера Морейн в Канаде не может оставить равнодушным. Кристальная, бирюзовая вода, а дальше необъятная горная гряда, покрытая утренним маревом. Просто насолодитесь картинкой. Иногда, крекеры, это сложно. Голодный пес пытается взять печеньку с края стола. Дело, оказывается, непростое. Ну ничего, чуть больше упорства и цель поддастся. Никогда не сдавайтесь и верьте в свои силы. Да, но у нас уже как раз таки ждет гость, поэтому время не ждет. У нас в гостях сегодня Ян Латышев, заместитель министра промышленной политики Республики Крым. Доброго вам утра. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот о чем хочется поговорить в первую очередь с вами. Это вот какая вообще позицию занимает сейчас Республика Крым по уровню цен? Какую позицию? Ну если говорить о уровне цен, то тут прежде всего нужно сказать, что у нас стоимость набора социально значимых продуктов питания чуть меньше уровня Краснодарского края. Это с учетом того, что у нас, в общем-то, часть товаров завозится с материковой части Российской Федерации. И понятно, что плечо доставки товаров у нас выше. При этом хочу еще раз подчеркнуть, у нас стоимость минимального набора на 40 рублей ниже, чем в Краснодарском крае. Понятно, что во всех регионах, в разных регионах не могут быть абсолютно одинаковые цены на продукты питания. Какие-то продукты питания выше, какие-то ниже. Ну в целом ситуация складывается так. Что по тенденции? Цены идут на постепенное снижение или все-таки растут со временем? Ну прежде всего нужно сказать, что на цены влияют сезонные факторы. Понятно, что сейчас мы ожидаем появления на рынке овощей, нового урожая. Овощи, фрукты как раз таки новые. Да даже не столько фрукты, сколько молодые овощи. Зелень. Зелень, борщевой набор. Понятно, что стоимость молодой свеклы, картофеля, она выше, чем те же товары старого урожая. Это естественный процесс. Понятно, что с течением времени цены упадут. Это происходит каждый год и не только в нашем регионе. Это общая тенденция. Вообще хочу сказать, что Крым в части цен движется в общем тренде с близлежащими регионами Российской Федерации. В зависимости от месяца у нас в принципе индекс цен отличается в меньшую или большую сторону. Ну где-то на полпроцента. А ты с близлежащими, да? Да, Краснодар, Ростов, Севастополь. Какие существуют механизмы регулирования цены по острове? Отличаются ли они от общепринятых каких-то? Может, у нас есть уникальные системы? Ну, прежде всего надо отметить, что административных рычагов у органов власти республики, органов местного самоуправления отсутствует. Это полномочия правительства Российской Федерации. А мы используем рыночные механизмы. Это прежде всего проведение ярмарочных мероприятий. У нас по Крыму 200 площадок предусмотрено для таких мероприятий. Ну и расширяются, насколько я знаю, все больше и больше ярмарок. Да, конечно. Даже судя по Симферополю, в принципе, постепенно количество ярмарочных площадок увеличивает. Цены на ярмарках, понятно, не как правило, а ниже установившихся на рынке где-то на 30-40%. Следующий механизм – это создание условий для увеличения объемов производства в Крыму продуктов питания за счет расширения рынка сбыта продукции крымских предприятий. Это, опять-таки, ярмарочные мероприятия. Это предоставление мест для размещения фирменных объектов перерабатывающим предприятиям, сельскохозяйственным. Ну и в ходе отчета Сергея Аксенова Владимира Путину как раз-таки была отмечена необходимость регулирования цен. Что будет предпринять со стороны Министерства в этом направлении? Я еще раз говорю, в соответствии с действующим законодательством, у нас административных рычагов регулирования цен на сегодняшний день нет. Мы обращались в Центр с просьбой предоставить такие полномочия, и сейчас предложения рассматриваются. Но, в принципе, на сегодняшний день рыночных механизмов достаточно для того, чтобы не допустить спекулятивного роста цен. Но все же не работает специфично. Например, насколько мы знаем, цены на ЮБК отличаются от цен в центральной части полуострова и, соответственно, так и на других берегах. То есть рынок работает по-своему? Нет, он работает так, скажем так, работают рыночные механизмы. Естественно, что в регионах, куда приезжают люди с повышенным потребительским спросом, отдыхающие, как правило, приезжают, но у них есть деньги, скажем так, люди приезжают отдохнуть. И, понятно, рынок реагирует, скажем так, но спрос рождает предложение и наоборот. Это, скажем так, свойственно не только для Крыма, а, в принципе, для любого курортного региона, наверное, в любой точке земного шара. Ну и вы правы, да. Да, совершенно верно. Тем более, что 40 минут, и ты уже в Симферополе, где цены пониже. Да даже не 40 минут, иногда достаточно буквально 10 минут пройтись пешком до ближайшего супермаркета, и там цены такие же, как в Симферополе или в любой другой точке Крыма. Спасибо вам большое за беседу. А я напоминаю, что у нас в гостях был Ян Латышев, заместитель министра промышленной политики Республики Крым. Спасибо вам. И вам спасибо. Ну, а мы уже узнали, как у нас сейчас будут формироваться цены на полуострове, и как раз таки знаем, как собрать свой рюкзак, если вы, например, собрались в лес. Вот что сейчас в лесу происходит, мы вам и покажем. Десять вместо одного. Столько деревьев теперь будут сажать в Крыму за каждое срубленное из занесенных красную книгу. Вот в таком объеме за три месяца краснокнижные крымские сосны на полуострове еще не сажали. Обычно это двух-трехлетние саженцы. Ну, а здесь же мы можем видеть уже взрослых 13-летних красавиц. Между ними собрали специально определенный интервал, здесь три метра, чтобы прошла техника, между самими соснами метр семьдесят. Чтобы выкопать одно такое дерево вручную, нужно шесть здоровых, сильных мужчин. Ком земли вместе с корневой системой 13-летней крымской сосны весит примерно 250 килограммов. А на этом участке больше 1800 вечно зеленых красавиц. Через несколько десятков лет эти деревья достигнут метров 20-30 в высоту. Да, растут они достаточно медленно. Все дело в том, что сосна крымская менее морозоустойчивая, чем сосна обыкновенная. И при этом не выносит застоя влаги. Но наш крымот, он идеально подходит для того, чтобы эти деревья росли, приживались и радовали глаз. Но до этого момента их сначала нужно вырастить. А это, оказывается, процесс не из легких. Мы собираем шишки, сушим шишки, с этих шишек добываем семечки. Семечку мы специальным образом стратифицируем, подготавливаем к осадке. То есть семечку мешают с опилками, выкладывают в снег и помещают в контролируемую климатическую среду. Темный и прохладный подвал. Создают условия, максимально схожие с природными. И вот, когда растение подрастает, его пересаживают в нехитрую конструкцию. Это сеянцы с закрытой корневой системой. Они растут вот в таких пакетах. Этим растениям по 2-3 года. Идеальный возраст, чтобы их сажали в грунт. Если бы они изначально росли в неконтролируемой среде, эти растения было бы сложнее выкопать и легче травмировать. Это касается не только сосны, а любого другого дерева, которых здесь немало. Рядом сотни двух-трехлетних ливанских кедров. Продокс в том, что сейчас в Крыму кедр ливанский есть, да? Да, а в Ливане он кончается. И мы его еще и выращиваем, и попытаемся сделать, чтобы у нас было много. Допустим, этот кедр скоро попадет в леса Крыма. Так же, как и вот эти можжевельники. Вопрос незаконной вырубки этого краснокнижного растения пока остается открытым. В профильном министерстве его хотят решить с помощью специального реестра. Этим малышам, конечно, ничего не угрожает. Их надежно охраняют лесники, как и поразившую меня нумидийскую пихту. Она вообще как будто не живая. Ну, я их живу, она как пластмассовая. На самом деле она живая. Вскурсовая всяких елок. Да, она живая. А где у нас такие растут? Как оказалось, много где. В Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе и Белогорском районе, где мы сейчас и находимся. Чудеса, да и только буквально несколько шагов. Из такого соснового леса оказываешься в березовой роще. Но чтобы сохранить всю эту красоту, в 2019 году из федерального бюджета выделят 225 миллионов рублей. В том числе, чтобы обезопасить эти деревья от пожаров. Для этого закупят лесопожарную технику. Планируют воссоздать леса. Тем более, что за свежевысаженными рощами нужен долгий и непростой уход. В условиях Крыма сложнее всего, наверное, нам будет поливать этот лес. Мы постараемся подать ее с водоема. Тут недалеко есть водоем. Нам разность высот позволяет подать сюда воду самотеком. И, скорее всего, чтобы сэкономить, мы будем раскладывать здесь капельное рощи. То есть под каждую нашу девочку, под каждую сосенку мы положим шланг с капелькой. Одному дереву нужно примерно 50 литров в неделю. Здесь их больше 1800. Получается примерно 90 тонн воды каждые 7 дней. Зато какой чудесный результат. Считается, что в лесу из крымской сосны воздух обладает целебными свойствами. Благодаря длинной темно-зеленой хвои, эта сосна достаточно декоративная. И может быть использована как в одиночных, так и в групповых посадках, в лесах, в скверах, в парках. И почва подходит любая каменистая, песчаная, известняковая. А из-за высокой газоустойчивости крымская сосна может с успехом озеленять большие города и промышленные объекты. Александр Корнович, Олег Бойко. Утро нового дня. Ну и если уже выбирать, куда сходить погулять или на какие леса посмотреть, если вы уже решили куда-то лететь, а не в Крыму это делать, мы вам расскажем, что в 31 марта международный аэропорт Симферополь переходит на летнее расписание. Это значит, что увеличится количество городов, куда можно будет улететь из нашего аэропорта и количество рейсов. Ну а если конкретно, то в зимний период к нам летают около 10 авиакомпаний по 15 направлениям. А с 31 марта будет летать 14 авиакомпаний по 50 разным направлениям. Ну, например, теперь можно будет улететь без пересадки из Крыма в Элисту, Брянск и, например, в Петрозаводск. Ну это, конечно, замечательно звучит. Сходить погулять в аэропорт, а там, может быть, и в Брянск улететь. А там самая большая в Европе зеленая стена. На нее тоже можно просто приехать и посмотреть, и полюбоваться. Стоять, посмотреть на зеленую стену. А самое интересное, что можно взять и пройтись, например, по зеленым паркам, которые уже расцветают, появились почки. И пройтись можно не самому. А вот знаешь с кем, Саш? Например, с верным другом? С верным другом. Причем можно человеческим, конечно, замечательно. А можно четверокногим. Это, например, прекрасный пес, которого мы предлагаем вам буквально усыновить. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну а Минсельхоз Крыма в это время планирует к 2025 году добиться троекратного увеличения объемов производства картофеля и удвоения урожая овощей. Вот недавно говорили мы о ценах, о том, как они регулируются на полуострове. И нам замминистра промышленности сказал, что немножечко подорожает. Вот как раз такие свежевыращенные, вот свежая картошка молодая, которую обычно так любят варить. Но каким образом Минсельхоз будет добиваться того, чтобы вот такие показатели так значительно возросли в разы, в два-три раза? Они просто собираются воборот запустить в те неиспользуемые земли, которые сейчас есть на полуострове. А площадь таких неиспользуемых земель, пашник, как ее еще называют в республике, это примерно 153 тысячи гектаров. Ну это действительно очень много. Это большие суммы, но я вот что думаю, так вот почему в городе такие пробки. Прямо сейчас о них и расскажу. Все потому, что люди едут, видимо, покупать, ну, картофель, возможно, закупать его мешками. На своих машинах едут на замечательный овощной продуктовый рынок. Ладно, теперь серьезно. Давайте посмотрим буквально с высоты птичьего полета, какая ситуация в городе. Первым делом вижу аварию. Сейчас на нее и посмотрим. Серьезно, не серьезно. Так, что это у нас? А это на улице Сивостопольской. Конечно, движение затруднено, но все равно проехать можно. Надеемся, ничего серьезного. Никто не пострадал. Давайте быстренько глянем, что тут в центре города творится. Потому что, как всегда, улица Киевская прямо перед Куйбышевским кольцом стоит, не двигается. Там поставили светофор, и теперь она более безопасна для пешеходов. Поэтому ничего, можно и постоять. Проспект Победы Зеленый. Центр города фактически весь движется, но медленно. Но все равно движение есть, а это главное. Как и на улице Киевской за Куйбышевским кольцом. Вы знаете, ищу, ищу эту пробку какую-нибудь недвижимую. Ну, разве что вот на улице Маяковского. Небольшое, кроткое затруднение движения. И найти не могу. На самом деле, хотя вот-вот-вот еще вижу, что это у нас? Это у нас проспект Кирова тоже мало движения. Не движется. Фактически стоит такая медленная тянучка. Что хочу сказать? В принципе, последние дни, уже в течение долгого времени, я не замечаю серьезных пробок в городе. Интересно узнать вообще, с чем это связано. Ну и, конечно, хочется, в первую очередь, порадоваться этой ситуацией. Может быть, это связано еще с тем, что ты рано на работу приезжаешь? Знаешь, возможно, рано на работу. Но даже когда я в какой-то поведенный перерыв куда-нибудь отлучаюсь быстро, резко, я все равно фактически не стою в пробке. Нет, машин все еще много. И негде припарковаться. Но вот именно тянучек стало поменьше. Ну, это радует. А еще, вот я могу рассказать, что Артем уже проинформировал о пробках, о ситуации на дороге. А я расскажу о том, что сегодня в 10 часов с 10 утра будет прямая трансляция заседания Совета Министров Республики Крым на телеканале Крым24. Поэтому обсуждать будут важные вопросы, действительно актуальные. И если вы хотите это увидеть своими глазами, первые, включайте наш телеканал еще в 10 часов утра. Да, мы можем рассказать о самом интересном, актуальном. Ну, собственно говоря, так мы всегда и делаем. Буквально на передовую выходят наши корреспонденты-репортеры и рассказывают, что же там на ней происходит. Для них, наверное, Татьяна Балыкина. Вот, как раз таки она уже с нами на связи. Таня, тебе слово. Доброе утро еще раз. Крымчане, у меня для вас важная информация. Полиция Симферополя сообщила о том, что участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. Мошенники представляются сотрудниками социальных служб. Они представляются также сотрудниками пенсионного фонда, сотрудниками банка. У них очень много различных сказок, то они предлагают переоформить документы, там что-то, пересчитать пенсию. Сказок действительно очень много, методы обмана разные. Они могут звонить вам по телефону, чтобы тереться в доверие, обращаются по имени-отчеству. У них откуда-то появляется ваша информация. Также они могут присылать СМС и даже ходить по квартирам. Не пускайте посторонних в дом, будьте бдительны. Думайте о себе, о своем здоровье, о своих близких, потому что цель этих мошенников – отобрать ваши деньги. Также они, правда, могут навредить здоровью, если пустить их в дом. К сожалению, деньги вернуть будет очень потом сложно и возместить ущерб. Поэтому все, что вы можете сделать – это быть бдительными. Также еще мошенники есть и в социальных сетях. Они тоже сейчас активизировались. Они могут вам присылать сообщения со страницы ваших близких людей. Они взламывают аккаунты в социальных сетях. Если вдруг вам придет просьба о помощи, неважно от близкого человека, от родственника, от друга, позвоните ему, перепроверьте или попробуйте решить вопрос при личной встрече, потому что может быть так, что о помощи вас просит совсем не он, это может быть мошенник. Поэтому будьте бдительны, коллеги, вам слово. Спасибо, Таня. Очень актуальная, а главное, важная информация – стоит сохранять бдительность. Кстати, ровно такую же бдительность я и мой замечательный коллега Александр Ткачев сохраняли в интереснейшей лаборатории Геологического института. Прямо сейчас давайте и посмотрим. При строительстве дома вам нужны надежные бригады строителей и грамотно составленный план. Но, пожалуй, что самым важным аспектом является твердый, а главное – правильный, нужный грунт под ногами. Чтобы узнать, таков ли он и проводится колонковое бурение. Давайте взглянем поподробнее на этот сложный, но крайне увлекательный процесс. На сегодняшний день такой тип бурения является основным техническим средством анализа грунта и разведки месторождений твердых и полезных ископаемых. Вообще, геологические изыскания нужны для того, чтобы было безопасное строительство. Для того, чтобы проектировщики могли правильно рассчитать фундаменты, чтобы избежать потом всяких неприятностей в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В первую очередь на буровую установку крепят пол внутри стержень. Он нужен для того, чтобы в процессе, заклинив его, могли собрать керн. В процессе бурения разрушение породы происходит не по всей площади забоя, а по кольцу. В зависимости от типа породы применяются разные материалы коронок – режущих частей. В нашем случае это стальная коронка для пород небольшой крепости. В первую очередь машина собирает образцы, то есть керн верхних слоев почвы. Его достают из пологой трубы и выкладывают на земле по очереди. В это время специалист производит промывку забоя скважины водой. С глубины, на которой работает бур, меняется и тип породы. Прямо сейчас, приблизительно в метре под нами, мы нашли известняк. Известняк, конечно, не самая сложная для бурения порода, но все же он по-своему прихотлив. Этот кусок известняка мы достали на глубине в 2 метра. На ощупь он очень твердый и прочный. Такое фактически непробиваемое полотно стелется практически на 70 метров вниз. А там дальше подземные воды. В зависимости от категории грунтов и поставленных задач, может занимать 2 часа, может, если грунты очень сложные, то вплоть до суток. То есть процесс очень трудоемкий, но не быстрый. Южный берег, иногда и неделями мы можем одну скважину брить. То есть в зависимости от категории грунтов. И все же свою землю под ногами знать обязательно. Только так можно правильно рассчитать и построить дом без дальнейших последствий. Любые просчеты, конечно, ведут потом к нежелательным результатам. Очень важно также учитывать инженерно-геологические условия, которые выражаются в тех процессах, которые происходят на пределах строительной площадки. У нас же могут быть эрозионные процессы, процессы, как я уже говорил, карстовые. Есть в Крыму очень характерные оползневые процессы. Это у нас что? Известняк крепкий. Каждый грунт делится на категории буримости. От одной до десяти. Это где-то третья, четвертая категория. В зависимости от поставленных условий для бурения, то есть для наших лабораторных исследований, отбираем грунты, покрываем парафином монолит. Сохраняется влажность, сохраняется целостность монолита, породы. Потом мы передаем в лабораторию. В таком по-настоящему трудовом ритме бурение будет продолжаться еще некоторое время. Работа долгая и изнурительная, но очень интересная. Правда, после нее руки остаются белыми. Собранные образцы грунта керн будет отправлен в лабораторий, где внимательно изучен. Кстати, прямо сейчас там находится Александр. Наберем его и узнаем, как дела. Алло, Александр, вам уже доставили керн? Да, Артем, керн уже у нас. Начинаем научное изыскание. Наш образец пройдет испытание сразу в трех лабораториях, где его изучат всесторонне. Первая из них впечатляет простором помещения и стройными рядами механизмов. Мы находимся в геотехнической лаборатории, которая занимается исследованием грунтов. Для того, чтобы построить любое здание и сооружение, необходимо просто изучить грунты в основании, которые лежат. Потому что грунты у нас очень сложные. Одни грунты имеют свойство просадочных грунтов, другие у нас грунты набухающие. Здесь изучают мягкие фракции, глины. Предварительно геологами керн разделяется послойно, а затем каждый страт изучается по отдельности. Здесь в лаборатории массы загружаются в специальные кольца и подвергаются исследованиям. Это компрессионные приборы. Мы здесь испытываем грунт на сжатие. То есть мы им даем нагрузочку и при помощи индикаторов измеряем, насколько при сжатии изменились наши показания. Так одни глины при намокании сжимаются, проседают, другие раздаются вширь, разбухают. Расчет идет на один сантиметр кубический. Помимо классических технологий здесь используют и последние достижения науки и техники. Сдвиговые приборы – это испытываем грунт на сдвиг. То есть тоже нагрузка идет вертикальная, горизонтальная. Это новые приборы. И тоже компьютер. Вот сейчас идет испытание. Компьютер все фиксирует. И хотя бездушные электронные приборы более точны и просты в обращении, душа лаборатории в хромированных механизмах, запахе увлажненной глины и машинной смазки. Не очароваться здесь просто невозможно. Моя внучка, сколько ей, 6 лет, она в садике говорит, я буду геотехником. А почему? Потому что бабушка. Но не только глины слагают почвы. Под их покровом на разной глубине кроется скальная порода. В следующих залах в прямом смысле грызут гранит науки. Но мы движемся дальше и попадаем в строительную лабораторию испытания строительных материалов и геологических проб. Здравствуйте. Добрый день. Людмила Николаевна знает о камнях и бетонах все. С 1970 года она работает по специальности инженера и испытывает не только строительные материалы, но и целые скалы. Геологи привозят к нам материалы. Вот то, что они набурили, привозят грунты, которые нужно определить их прочность на истираемость. Из предоставленного твердого образца с помощью машин вытачивается цилиндр с заданными параметрами. В процессе главное не допустить погрешности. От этого зависит точность следующей манипуляции. Берем керн. Он у нас уже обмеренный. Все взвешено, обмерено. То есть, чтобы определить потом, какое усилие будет на один квадратный сантиметр. Материал будет сдавливаться огромными гидравлическими прессами до тех пор, пока камень не разрушится. Приложенная к образцу сила и определит прочность породы. Данный пресс рассчитан на давление в 150 тонн. Следующая лаборатория сверкает начищенными пробирками. Здесь наш образец придадут всем чудесам химических превращений. Химический анализ – ювелирная работа. Нужно действовать очень осторожно, ведь результат зависит от каждой капли реактива. Мы находимся в химико-экологическом подразделении строительной лаборатории. Наша лаборатория проводит количественно-химический анализ грунтов на содержание катионов и анионов. Проверяем почву грунта на степень растворимости, на степень засоленности. Для геологов важно знать, насколько химически агрессивен грунт и как он будет взаимодействовать с фундаментом. Еще химики могут определить, насколько он опасен, не содержатся ли в нем ядовитые или радиоактивные вещества. Подобные исследования проводятся и над водой, грунтовой или из открытых источников. Это гамма-радиометр. Он необходим для определения гамма-излучающих радионуклидов, таких как радий, торий, калий и цезий. Далее результаты количественных и качественных химических реакций суммируются и вместе с отчетами других лабораторий попадают к геологам. После того, как геолог получил данные из всех лабораторий, мы работаем с этими данными, мы их обрабатываем, систематизируем для того, чтобы получить общую какую-то цифру, с которой сможет работать проектировщик. То есть это прочностные характеристики, деформационные. И мы их выносим на наш разрез инженерно-геологический. Ученые создают настоящий научный труд, посвященный строению недр конкретного участка. От наклона залегания пластов, их подвижности относительно друг друга, до уровня залегания грунтовых вод, которые могут размыть фундамент. Все эти данные очень важны, в особенности для солнечного полуострова, поверхность которого, как лоскутное одеяло, истрит выходами геологических пластов разных ярусов и эпох. Далее сформированные отчеты о геологических изысканиях идет заказчику и в архив. Кстати, именно туда направляется наш Артем Андроновский. Алло, Артем, ты уже добрался? Да, Александр, именно туда мы сейчас и отправляемся. По коридору украшены фотографиями, на которых запечатлена история института с момента его основания. Давайте взглянем поближе. Время не щадит ничего и уж точно не оставляет неизменным. В этой комнате хранятся результаты инженерно-геологической деятельности института для строительства с момента его основания в 61-м году. Здравствуйте. Таким образом, здесь собран материал более чем за 50 лет прикладной работы. Все с острожайшей точностью разложено по датам, городам, типам работ. Порядок, установленный десятки лет назад, поддерживается незыблемо, практически ювелирно. Что сказать? Здесь собрано по-настоящему колоссальное количество информации. Сотни тысяч материалов по скважинам. Чтобы достать до некоторых, приходится буквально лезть на стремянку. Фактически весь Крым застроен по материалам, хранящимся в этих папках. Большая часть информации может быть актуальной и сейчас, в случае реконструкции или повторной застройки уже изученной территории. 17-19. В этом помещении это не просто цифры. Такую температуру в архиве поддерживают круглогодично, с целью сохранения материалов, которые были собраны много лет назад. Такая же ситуация и с влажностью. Необходимо 50-55%. Некоторые файлы уже давно пожелтели от старости. Они делят место на полке с новыми и давно собранными. Работы на полуострове ведутся до сих пор, а значит, растет и архив. Пролежав миллионы лет под землей, история поднимается наверх буровиками. Затем она тщательно исследуется в лаборатории, после чего обобщается и анализируется специалистами-инженерами. И только потом, сложенная в аккуратный запечатанный документ, она отправляется сюда, в архив. Этот долгий, но увлекательный путь сегодня мы прошли вместе с ней. Ну а нас уже ждут коллеги с телевизионной студии новостей. Доброе утро, Гуля. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Гульд, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня узнаем из выпусков новостей. В утреннем выпуске новостей мы расскажем о результатах выездного совещания по проблемным вопросам Евпатории. Вы узнаете, появится ли в Сакском районе новый агрокомплекс для выращивания креветок. А в 10 утра начнется заседание Совета министров Республики Крым, на котором обсудят актуальные темы и главные вопросы. Прямую трансляцию вы сможете увидеть на нашем телеканале. Оставайтесь с нами и будьте в курсе самых свежих новостей. Спасибо большое, Гульнара. Спасибо. Хороших эфиров пожелаем Гульнаре, а наш эфир уже постепенно, медленно, но верно, подходит к концу. Да, вот так вот два часа пролетело и не заметил. Зато мы успели рассказать вам некоторые новости, которые вчера и сегодня проходили, произошли на полуострове, а завтра, к завтрашнему дню, подготовим свежую оперативную сводку. Конечно, она будет актуальной, а и, как всегда, интересной. Ну, а мы будем прощаться. К сожалению, да. С вами была Александра Корнович и Артем Андроновский. Мы желаем вам хорошего утра. Да, и вернемся к вам завтра. Пока-пока. Пока.